Всем привет, с вами Саша. В этом видео я расскажу о том, помогает ли биотин росту волос. Нужен ли биотин, когда у вас выпадает волос? Помогает ли биотин при мужеском андрогенном облысении? Помогает ли он в ситуации male pattern bonus и андрогенетической аллопеции? Смотрите видео до конца и вы узнаете, насколько добавки биотина актуальны при выпадении волос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Также у меня есть Boosty, у меня есть Telegram канал. И пишите за консультациями ко мне в Telegram. Итак, всё, что касается биотина. Биотин это добавка, это витамин, витамин группы В, В7. И то есть известно, что он участвует во множестве процессов в нашем организме. Как и в целом витамины группы В. Витамины группы В очень важны для нашего организма. И в том числе они участвуют в росте волос, в формировании волос, в формировании кожи и так далее. Считается, продвигается то, что биотин, он очень важен в плане наших ногтей, волос, кожи. Множество дерматологов говорят об этом. И в принципе биотин, он очень известен, он маркетингово очень известен. Чаще всего люди стараются включить биотин в свой стак для выпадения волос. Был ряд исследований, которые показывали влияние биотина. Там 90-дневные исследования, которые показывали, что биотин положительно влияет на выпадение волос на кожу головы и так далее. Было множество исследований, но чаще всего показывалось то, что он влияет только в том случае, если у человека есть дефицит этих витаминов. Чаще всего дефицит этих витаминов есть у людей, которые сидят на каких-то специфических диетах, те, кто сидят на растительных диетах и так далее. Поэтому эти исследования были довольно-таки противоречивые. То есть были исследования, которые говорили в пользу биотина, а были те, которые говорили не в пользу биотина. Так вот, получается, что в среднем дефициты биотина встречались, наверное, у 5% респондентов. Потому что были исследования, когда именно замерялись значения биотина у человека, и как раз таки была корреляция с улучшением роста волос, с улучшением качества волос именно при дефиците биотина. Но в целом дефицит биотина встречается в довольно-таки редких случаях по всему населению, потому что в целом большинство продуктов довольно-таки богаты биотином. В основном животные, то есть это мясо, яйца, множество продуктов. Поэтому дефицит биотина довольно-таки легко закрыть, отрегулировать диету. Но почему-то там за последние 10 лет он стал таким популярным. Надо отдельно отметить то, что прием добавок с биотином, они влияют как бы на ваши анализы не то, что в лучше или в худшую сторону, а в сторону непонимания, так скажем. Так вот, подводя итог, хочу сказать то, что дефицит биотина встречается у очень маленького процента людей по популяции. И поэтому добавки с биотином, они не очень оправданы для употребления, потому что, в принципе, ты можешь закрыть эти дефициты с помощью обычных продуктов. Но, в принципе, доказано, что лишнее употребление биотина, оно не имеет каких-то побочных эффектов. И нет нигде исследований, и нет нигде показаний, что высокие дозы биотина, они как-то пообгубно влияют на твой организм. Поэтому, если у тебя есть пару лишних долларов, то ты можешь смело как бы включать биотин в свой стак для роста волос, но не ожидая от этого каких-то суперзначительных результатов. И лучше отдай предпочтение каким-то более действенным добавкам, более действенным средствам или более действенным процедурам. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. У меня появился Бусти, у меня появился Телеграм-канал.